Психолог и психотерапевт Светлана Иваненко сегодня у нас в гостях. Доброго ранку вам. Дякую, что вы с нами. Отже, сегодня говорим о успехе и о том, как правильно оценивать свой успех, чтобы и не переоценить себя, и в тот же момент и не недооценить. Потому что это очень важно найти опять-таки ту золотую середину. Если мы говорим о успехе, то почему может появляться неадекватная оценка своих успехов в том или ином деле? Давайте сначала разберемся в том, в чем она заключается, неадекватность. Она может быть проявлена в нескольких вариантах. Когда человек оценивает свои результаты, как всегда положительные. Тут есть риск в том, что не заметить чего-то, что может быть зоной роста. Не заметить каких-то ошибок, которые помогли бы ему совершенствоваться. То есть перебор по оптимизму. Перебор по оптимизму. Как бы там ни было, в любом случае это результат. Да, да. Вторая ошибка, вторая ловушка, в которую можно попасть, это когда слишком критично, когда все плохо. Ну а здесь нет мотивации, когда все плохо, то есть плохо, надо еще лучше тогда. Или здесь в той ситуации, которую мы рассматриваем, плохо и все, на этом заканчивается. Здесь двоякая такая получается ситуация. Потому что с одной стороны, да, мотивация есть, это подстегивает. А с другой стороны, это лишает энергии. Если не признавать какую-то часть своей успешной работы, не замечать в своих результатах успешную какую-то деталь, то тогда энергия тоже может потеряться. Ну и тогда внутренне человек понимает, что двигаться-то куда. То есть, по сути, вот этот негатив, он приведет к тому, что человек перегорает в том или ином деле. То есть, ну негатив, 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 и потом просто человек опускает руки, что дальше двигаться не смешно. Совершенно верно, совершенно верно. Поэтому вот абсолютно негативный подход, критичный, чрезмерно, он тоже не является правильным, потому что он может остановить. Опять-таки, вот вы верно сказали про баланс. Если сбалансировать вот эти две части понимания того, что получилось, и принятие своих ошибок, то тогда это будет очень рационально и очень эффективно. Если в одну из сторон, в крайностях оставаться, то тогда это может тормозить очень сильно. Если мы говорим вот неадекватная, да, такая позиция по самооценке, как она может формироваться и кто, соответственно, на нее влияет? Понятное дело, что все из детства, вот, наверное, мы туда и пойдем опять, да? Да, пожалуй, мы туда пойдем, потому что то, как относиться к себе, самооценка, оценка своих результатов действительно формируется в детстве. Это те фразы родителей и значимых взрослых, которые слышит ребенок. И по тому, как относятся к его рисункам, поделкам, его лепке, каким-то любым его проявлениям, ребенок понимает модель, как следует относиться к себе. И дальше уже вот то, что говорили родители раньше, ну, например, такая вот тоже распространенная модель, ты хорошо сделал, но, то есть присутствует какое-то но, которое частично обесценивает вот это хорошо. Да, потом вот эта модель, она встраивается уже внутрь ребенка и уже взрослый человек ведет себя так и оценивает себя так, как когда-то говорили ему родители. То есть внутренний родитель продолжает говорить. Жить внутри и продолжает говорить, да, что есть какое-то но и есть какой-то недостаток. Но опять-таки бывают ситуации, когда перехваливают. В такой ситуации может вырасти просто такой полноценный нарцисс, который будет любить все, что он делает, как говорится, себя в искусстве, себя в любом деле. Это тоже как бы негативно. Если мы говорим вот о таких ситуациях, пойдем сначала все-таки к негативу. Очень часто бывают такие ситуации, когда слышишь, да, что вот благодаря какому-то человеку я изменил отношение к себе и этот человек научил меня там либо любить себя, либо уважать себя. То есть вот этот детский негатив, который нам привили, его можно потом разрушить в взрослой жизни? Конечно. И как много времени на это нужно, скажем так, если в психологии там привычка, да, там 22 дня хотя бы привычка формируется, то как вот привычка научиться любить себя, как ее сформировать и кто ее может помочь привить к себе? Для начала нужно заметить, как я отношусь к себе. Заметить вот ту модель своего отношения к своим результатам и к себе в целом. Да, потому что, чтобы что-либо поменять, нужно понять, что мы меняем. Объект, какой нам нужен новый. Да. Вот, сначала нужно это отследить, осознать, как это происходит в моей жизни, как я обычно отношусь к тому, что делаю. И только затем уже можно понимать, как бы это могло быть по-другому. Обычно такие перемены бывают иногда даже спонтанно, когда человек уже понимает, что все, больше не могу так, что вот устал от такого, что впечатлился чем-то другим. Но это так называемые случаи спонтанного изменения. Если мы говорим о работе над собой целенаправленной, то это тогда вот путь через осознание, путь через сознательное изменение, когда я понимаю, что да, во мне есть и плюсы условные, и минусы условные. И принятие себя, любовь к себе как раз и заключается в том, чтобы принимать свою целостность. И то, и другое. Если мы говорим вот на практическом уровне, да, как себя вот научить любить себя и оценивать адекватно. Возможно, есть какие-то упражнения, не знаю, это может шоколадку за что-то хорошее себе купить, или два цветочек, как бы мотивировать себя к лучшему. Как вот быть? Что использовать? Какие вот методики, возможно, есть? Во-первых, честно говорить себе о реальности, потому что честность здесь очень хороший помощник. И здесь не нужно приукрашивать, не нужно себя мотивировать чем-либо, а просто признавать эту честность, ну, реальность, что на данный момент так. Определять то, что хорошо, и то, что не очень удалось. Вот если честно и реалистично смотреть на то, что есть, и относиться к этому с принятием, ну, вот да, вот так, вот тогда это дает импульс, тогда это дает силы на то, чтобы двигаться вперед. То есть адекватная оценка, почему так случилось, и что не делать, или делать, чтобы было по-другому, или не было так. Да, в адекватной самооценке есть три составляющих. Первое, это что хорошо, второе, что не очень удалось, и третье, это формирование задачи. То есть не просто я остаюсь на том уровне, что я осознала, что что-то не так. А куда иду дальше, да? Да, куда иду дальше. То есть зона ближайшего развития, когда вот этот, ну, так называемый недочет, он переводится на уровень задачи. «Чего я с этим хочу сделать? Как это могло бы быть по-другому?» Вот тогда это действительно импульс, тогда это действительно, человек не зависает в каком-то негативе, что вот, вот, вот я такой, а переходит на какой-то другой уровень, ну, по крайней мере, стремления. Или уже в лучшем случае действия. Вот, скажем так, такая вот модель, да, того, как оценивать свои ошибки эффективно, скажем так, здраво, но все же, как относиться к своим неудачам каким-то, что не стоит делать ни в коем случае, а что нужно? Когда возникает момент неудачи, то частая и распространенная реакция – это винить себя. Еще хуже, когда винят другие. Да, и так тоже бывает. Вот, и здесь очень полезно было бы вот эту вину менять на ответственность. Ну, отличие в том, что вина, она останавливает внутреннее движение и энергию, и человек как будто бы погружается в нее и сжимается. Вот, ответственность, она как раз-таки признает, что да, это так, да, то есть я никуда не ухожу от того, что сделала. Вот, я признаю, что это так, но это дает импульс к движению. Это вот та самая реалистичность и честность, которая позволяет, ну, скажем так, твердо стоять на земле, это опора. Вот, и можно сказать, что любые изменения начинаются с принятия ответственности, что да, в моей жизни есть так. Ну, и тогда только можно что-то, будет что-то меняться, что-то происходить. Если все хорошо, да, мы уже научились как-то своими ошибками бороться, а все хорошо идет, как-то в жизни все наладилось, вроде бы все наши там жизненные какие-то успехи идут один за одним, можно себя похвалить. Не приведет ли это к самолюбованию? К тому, что вот я такой прекрасный или прекрасный, все у меня хорошо, и все, что я делаю, все хорошо. И потом некоторые ошибки даже будут просто не замечаться. Если еще об ошибках, да, потому что они постоянно где-то у нас присутствуют, могут присутствовать, да, то можно сказать, что к ошибкам нужно относиться как к обратной связи от мира. Ну, то есть это обратная связь на то, что я делаю. И ошибки важно переводить в задачи. И тогда вот те успехи, да, которые мы получаем, они будут сбалансированы. Вот, чтобы не возник вот этот эффект, о котором вы говорите, самолюбование, да, важно понимать, что да, это есть, и что дальше. Но почему важно все-таки наслаждаться своим результатом, если он случился? Потому что умение получать удовлетворение от результатов своего труда, как раз-таки тоже большой источник энергии. Это то, что дает заряд для движения вперед, для каких-то новых желаний, целей, намерений, в принципе, для ощущения полноты жизни, для ощущения ее вкуса. Поэтому вот, ну, может где-то распространенное такое осуждение, что там не хвали себя сам, пусть себя похвалят, да, не хвалить ребенка, чтобы не перехвалить, оно, ну, не совсем верное. То есть позиция, когда вот очень часто, да, какие-то люди бизнеса, люди в какой-то профессии говорят, что вот делаешь проект за проектом, он успешен, но времени на то, чтобы посидеть и подумать, какой я молодец, и все хорошо, нет, берешься просто за новый проект дальше. Это правильная позиция или нет? То есть когда ты с одного проекта во второй и себя не оцениваешь в том, что, ну, я молодец, и все получилось. Очень важно все-таки завершить проект, завершить проект или какое-либо дело вот этим состоянием, ну, удовлетворения от результата. Потому что вот состояние незавершенности приводит к тому, что человек попадает в так называемое колесо, беличье, да, в такую гонку. И тогда как будто бы результат есть, это эффективно, да, как будто бы вот накал энергии не снижается, но это приводит к истощению. Вот, поэтому можно сказать, что любое действие, любое начинание, оно должно проходить по определенному алгоритму. Начало, достижение результата и получение вот этого окончательно завершающего удовлетворения от него. И тогда вот появляется внутренняя, ну, скажем так, ну, естественная, естественная, идущая изнутри, сила, энергия на то, чтобы начинать что-либо новое. Чтобы по этой амплитуде снова-таки подняться вверх. Поэтому, друзья, любите себя в любом случае, оценивайте адекватно свои события в жизни, ну и помните, что ошибки не являются последним чем-то и точкой. Это только запятая перед новым вашим проектом. Вам спасибо большое за то, что к нам сегодня пришли в студию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова